Минасан, коничива! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня очень часто спрашивают, какие учебники лучше использовать в изучении японского языка. Вот сегодня я вам расскажу, какими учебниками пользуюсь я при преподавании японского языка. Это серия Минна, но не Хонго. Вот это очень небольшая часть того, что существует на самом деле. То, чем пользуюсь я. Хочу вам показать сегодня, познакомить с основными двумя учебниками Минна на Ни Хонго. Вот почему я остановилась на них. Во-первых, когда я училась в институте, мы их использовали, поэтому мне очень легко и привычно по ним учить. И во-вторых, этот учебник создан японцами. То есть здесь присутствует настоящая живая речь, которая используется в Японии, а не какие-то старомодные модели. Также здесь дан грамматический комментарий. Он переведен на многие языки. В данном случае я, естественно, пользуюсь русским языком. Вот я вам показываю первый учебник. Это идет курс для начинающих. В нем присутствует диск, где вы можете прослушать настоящую речь японскую. Также, что здесь очень понятно, мне нравится данные модели предложений, где красным выделено. Очень понятно и доступно. Также здесь рисунки все, какие-то ситуации. То есть по рисункам можно сообразить, что к чему. И что интересно, вот здесь уже по самим дискам дается прослушивание. И вы должны ответить на какие-то вопросы. То есть упражнения простейшие. Вот. Это первый учебник. Ну, вернее, это основной учебник. А вот это уже идет грамматический комментарий к нему. То есть вот мы смотрим здесь. Допустим, первый урок. Идет у нас словарь. То есть все вот эти слова, которые используются в этом уроке, они переведены на русский язык. Вы их заучиваете. И потом по ним уже очень первый урок. Здесь вот опять идут же модели предложений, примеры, которые были в основном учебнике. То есть они переведены уже по-русски. Вот. Что здесь еще интересного? Грамматика. Очень понятно, очень доступно и кратко все объяснено. И также, что мне нравится, особенно здесь справочная информация. То есть здесь, ну, как бы не сказать, что это совсем относится к уроку, но дана интересная информация о Японии. Если посмотрите потом сами весь учебник, тут даются, допустим, телефоны разных служб японских, как пользоваться телефонами и так далее. Какие-то ситуации, которые присутствуют в Японии, какие-то правила, обычаи, очень интересная информация. Вот. Так что я всем рекомендую этот учебник. Если вы хотите его заказать, обращайтесь ко мне и смотрите мою страницу. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...